Пришла весна, пусть и погода пока стоит совсем не весенняя, а это значит, что на улицах, стадионах и в парках появляется все больше бегунов. Конечно, есть такие любители бега, которым и морозы нипочем, и которые не бросают свое хобби зимой, но большинство возвращается или первый раз приходит в бег именно весной. Что потребуется начинающим бегунам, чтобы не разочароваться в этом виде спорта и не потерять интерес, смотрите в нашей подборке. Фитнес-браслет может показаться просто модным аксессуаром для любителей фитнеса, но на самом деле он необходим бегунам. Во-первых, браслет поможет следить за пульсом и не даст перенапрячь сердце, что особенно важно для новичков. Во-вторых, с его помощью вы сможете точнее регулировать дистанцию пробежки. В-третьих, конечно, вы сможете получить массу дополнительной информации, с какой скоростью вы бежите, сколько шагов делаете и сколько калорий сжигаете во время пробежки. Хотите выглядеть как настоящий профи? Купите компрессионные гольфы. На самом деле, они не только сделают вас похожим на профессиональных бегунов, но и помогут вашим мышцам и сосудам лучше переносить нагрузки, снизят вероятность мелких травм мышц и связок, уменьшат вероятность отеков и просто помогут вашим усталым ногам чувствовать себя лучше. Вам кажется, что весной солнце еще не яркое, и солнечные ожоги вам не грозят? Вы ошибаетесь. Красная шелушащаяся и слезающая кожа на лице – штука не очень приятная, а получить солнечный ожог во время пробежки очень легко. Обязательно используйте солнцезащитный крем даже весной, и помните, солнечные ожоги – это не только некрасиво, но и очень вредно. Выбирайте кремы с уровнем защиты не менее SFF 30. Во время занятий спортом крайне важно поддерживать оптимальный уровень жидкости в организме. Значит, без воды вам не обойтись. Конечно, можно захватить с собой и воду в обычной пластиковой бутылке, но специальные спортивные емкости удобнее в транспортировке и использовании, у вас точно будет меньше шансов облиться, особенно если вы пьете на ходу. Если вы любите бегать под музыку или хотите нарисовать маршрут пробежки на онлайн-карте или просто боитесь пропустить важный звонок, вам придется брать с собой телефон. Но бегать с телефоном в руках или кармане – страшно неудобно, а значит, понадобится специальный чехол, надеваемый на плечо, который не будет вам мешать, и из которого ваш телефон точно не вывалится на землю. Наверняка вы уже пытались заниматься спортом и слушать музыку одновременно. Значит, вы точно знаете, что обычные наушники не подойдут, есть риск, что вам придется ловить их на ходу прямо во время пробежки. И если вы не представляете, как можно бежать без музыки, то вам точно понадобятся специальные наушники. В идеале еще и водостойкие, ведь дождь – это не повод никуда не бежать, правда? Если вы собрались бегать в какой-нибудь старой, списанной из приличных вещей футболке, которую вам пять лет назад привезли в качестве сувенира из Турции, забудьте об этом. Вам будет неудобно, мокро, жарко, холодно, и что самое противное – все сразу. Купите специальную спортивную легкую футболку. Современная спортивная синтетика хорошо впитывает, быстро сохнет и даже пропускает воздух.